Более 40 законопроектов рассмотрели депутаты Законодательной Думы Края на первом, после парламентских каникул, заседании. Большинство документов имеет социальную направленность, в том числе забота о старшем поколении, защита детей, охрана труда и поддержка предпринимателей. Подробности в репортаже Анастасии Превецкой. Сразу в двух чтениях на заседании Краевой Думы депутаты приняли изменения в законы о детях военного времени и жилищных правоотношениях. В прошлом году ветераны этой категории получили право на квартиру в домах социального проживания. Одно из условий – они должны быть одинокими. В регионе два дома ветеранов в Комсомольске и Хабаровске и три специальных отделения в Комсомольском и Вяземском районах. Жилой фонд состоит из 525 квартир, в которых проживают 560 человек. Очереди на заселение в учреждения нет, поэтому депутаты приняли решение смягчить условия получения жилья в домах ветеранов. В закон внесены дополнения. Вот эти дополнения вносятся с тем, что это в том числе и касается тех детей военного времени, которые проживают в том числе в семье. Но если они нуждаются в отдельном проживании, им точно так же будет предоставляться вот это социальное жилье. Рассмотрели депутаты и дополнения в действующий закон об ограничениях курения табака в общественных местах. Краевая прокуратура предлагает внести в список запрещенной продукции и никотиносодержащие смеси. Это касается и электронных испарителей. Принятие закона позволит защитить в первую очередь детей от негативного влияния и вредных последствий потребления никотиносодержащих продукции. От формирования нездорового интереса к процессу потребления никотина, в том числе с использованием новых современных гаджетов и кальянов. Предлагается внести в регионе и новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о социальном предпринимательстве. В регионе 70 таких организаций. Они работают для незащищенных слоев населения, ведут общественно полезную деятельность. Чтобы социального бизнеса в регионе становилось больше, для подобных предприятий планируется установить 1% ставку по упрощенной системе налогообложения. Чтобы у нас в обществе на решение социальных задач работала не только государственная и публичная власть, но также этим участием в решении социальных задач были охвачены хозяйственные предпринимательские круги. Всего на заседании Краевой Думы депутаты рассмотрели более 90 вопросов. Они связаны с экономической, жилищной и социальной сферами. Анастасия Привецкая, Константин Пестерев, телеканал Губерния.